и алоха всем кто дожил до этого дня у нас сегодня будет немного упоротое видео потому что я немножко больной и немножко дохлый но при этом я давно хотел сделать этот ролик и соответственно будем будем все делать по дебильному будем все делать просто на ходу на лету примерно как в старые добрые времена и постараемся сделать так чтобы время сильно ни на каком этапе процесса не затягивать и поговорим мы первую очередь о юмж виджетах и о том каким образом их можно использовать в своих зловеще коварных целях значит ну принципе мы кратко затрагивали им живи виджеты в более старые в старых видео и мы говорили о том что это способ создавать элементы интерфейса и последнее время активно в них копался так сложилось и я обнаружил что возможности их функционала настолько широкий что в принципе отдельные медиаприложения и даже наверно отдельные игры можно писать полностью на ем же виджетах и это будет достаточно удобно но естественно нормальную игру так не сделать это скорее какая-то развлекалка а прямой более полезных предназначения это естественно использование их по назначению то есть как дополнение для структурирования создания интерфейса общей игры ну мы не будем делать ничего сверх ординарного мы создадим очень простой базовый шаблон которым по сути не будет геймплея мы поработаем именно с виджетами и собственно говоря начнем я заготовил аж целую одну картинку может понадобится скачать еще какой-нибудь для демонстрации некоторых возможностей может быть и нет глянем а да наверное потребуется ну или мы ее нарисуем сами не принципиально значит создадим виджет виджеты создаются из интерфейса вот такой вот объект видит blueprint и давайте мы его назовем main menu создадим его дубликат и назовем допустим settings и создадим еще один виджет и назовем его допустим main ui да то есть main ui это наш интерфейс пользователя main menu это главное меню игры settings это меню какой-то настройок я не верю что мы будем делать но посмотрим и допустим мы создадим еще один виджет и назовем его пауз меню да то есть меню паузы ну чтобы у нас все не было совсем уже пустым быстренько набросаем базовый шаблон ну чего-то ну вроде вроде супер мега базового геймплея да ну пускай у нас здесь будет один бсп кубик размерами тысяча на тысяча вот такое вот чудо природы и над ним будет висеть одна лампочка одна лампочка это все что надо человечеству для счастья я считаю дальше мы создадим создаем блюпринт персонажа создаем блюпринт контроллера назовем его пищи контроллер это назовем допустим пищи корректа и создадим так это есть это есть и создадим game instance хотя скорее всего нам не понадобится назовем его game instance да вот у нас есть ну плюс минус все что нам понадобится значит назовем этот уровень lvl game дальше что нам нужно нам нужно сразу же настроить проект а безусловно еще одна важный элементе на идем в блюпринт и и создаем два геймоуда назовем и г.м. день и г.м. меню значит game game это игровой режим в котором мы собственно играем в игру соответственно это наш основной геймоут и что мы тут меняем контроллером является писи контроллер куда у нас нет дефолт паун у нас наш писи корректа ну собственно все скомпилили а г.м. меню здесь у нас единственная значимая вещь контроллер писи контроллер а а он у нас на то есть что это делает это значит что при создании уровня на объекте player start ничего не появляется и 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 добавим на карту наш player start собственно говоря чтобы наш паун спаунился так и заходим в project settings и надо настроить инпуты ну мы не будем вообще ничего усложнять идем в инпут и здесь в аксис мэппинг делаем а x кейборд кнопка а это движение по оси x влево кнопка d это движение по оси x вправо и вторая ось это ось а y здесь кнопка в это движение по идее в плюс ас это соответственно движение в минус все для этого проекта этого более чем достаточно значит чем хорош объект корректа объект корректа имеет такую штуку как корректа movement и мы можем грубо говоря на халявить себе гамплея не заморачиваясь ничем у нашей сверки не будет столкновения мы добавили просто сферу чтобы мы видели персонаж мы будем работать с этим корректа movement здесь куча настроек разных режимов движения эти режимы можно программно переключать и так далее все все это нас вообще не интересует здесь мы сделаем сразу же для себя такую вот штучку касту гейминст и это мы будем использовать очень много это священный набор команд промоута вере был сразу же сразу же первым делом получили гейминстанс далее чтобы мы в принципе видели объект игрока и то я я понимаю мы говорят мы должны были говорить о виджетах но сейчас мы на них выйдем добавим здесь такой компонент как spring arm spring arm это грубо говоря ручка на которую цепляется камера и собственно говоря добавим камеру камера цепляется не просто куда-то там а на на определенный сокет все здесь вот мы выбираем еще лупки spring and point соответственно теперь spring arm управляет взглядом нашей камеры да то есть мы можем изменять длину ну и собственно говоря вокруг оси y вот как так как то как то вот так вот камеру подвернуть чтобы она смотрела на все это свысока и угарала обо всем происходящим ну и все что нам еще надо здесь сделать это просто обработчики ввода значит мы сделаем просто макс икс да то есть движение по оси x и макс и грек движение по оси y соответственно вызываем события для наших осей а x а и грек и делаем сет макс икс и сет макс и грек а а здесь по ивент тик соответственно в принципе в нашем проекте примере мы могли бы наверное даже этим не заморачиваться но пусть будет add movement input и здесь мы создаем направление и масштаб можно счета сделать принудительным значит нам это наверное не понадобится да и здесь мы берем рим макс и макс и грек по умолчанию мы находимся в режиме движения ходьбы соответственно карта movement здесь у нас есть общие параметры и как-то момент окинг здесь высота ступеньки по какому склону можно двигаться чтобы не съезжать с него и max walk speed это наш собственно говоря скорость ходьбы но этого в принципе если все сработает нормально должно быть достаточно чтобы а нет это этого еще недостаточно да нам нужно еще две две вещи значит в настройках проекта опять-таки в им пути нам нужно добавить экшен шоу меню шоу меню и ну допустим это будет клавиша f10 потому что escape это выход из предпросмотра да замечательно но это нам понадобится потом а здесь же в project settings у нас есть вкладочка maps and modes и game default map у нас будет LVL на данном этапе LVL game потом мы сделаем чтобы это было меню дефолт game mode game game опять-таки по умолчанию чтобы ничего не настраивали да мы создали новую карту это карта в режиме игры и game instance обязательно ставим наш game inst и поскольку override нет то по идее Ладно, я не хочу рисковать ничем Ставим Game Game Поехали Мы можем управлять нашей штукой Только направления движения немножечко нарушены Почему это так? Потому что камеру надо Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть Повернуть Относительно оси Z По идее на 90 Сейчас посмотрим, что из этого получится Да Ну, почти У нас перепутаны почему-то оси движения И это неудивительно, да То есть нам надо было здесь сделать не 90, а минус 90 Ага То есть все равно теперь у нас получается ось Y инвертировалась Ну, будем лентяями И для тогда Оси Y здесь минус 1 А здесь 1 Все, теперь мы управляем нашим объектом нормально, комфортно То есть он бегает как нам нужно Замечательно, вот пол дела сделал У нас есть геймплей, у нас есть самый офигенный геймплей в истории человечества И теперь вот этот геймплей мы хотим обмазать интерфейсом Значит, соответственно, переходим к созданию этого интерфейса Ну и наш main UI Ну что мы физически можем туда вывести? Ну давайте мы будем выводить время, которое персонаж, в принципе, провел в игре DeltaTime у нас считается в секундах Соответственно, мы можем просто сделать здесь SetTime И здесь вот наши DeltaSeconds GetTime Плюс И DeltaSeconds Замечательно Теперь, когда мы хотим вывести эти данные Мы, соответственно, должны, собственно говоря, пользоваться нашим вот этим вот main UI виджетом Заходим в редактор Видим вот такую вот картинку И давайте разместим на ней, ну, допустим, вот такой вот текстовый блок Сделаем его красненьким Чтобы был позаметнее И для того, чтобы, в принципе, с комфортом пользоваться системами, которые предоставляет игра У нас есть система так называемых биндов Мы можем забиндить То есть привязать Какой-то одну переменную Один параметр К какому-то другому параметру И для этого используется система функций Значит, если это просто переменная Которая находится в правильном для нас формате То мы вообще можем ее просто здесь увидеть в списке Пардон Это немного рано Remove binding Да, то есть если мы, допустим, здесь создадим переменную Да, то есть меню граф Да, создаем переменную txt Типа text Да То для текста у нас стала доступна переменная txt И все, все, что сразу записано в эту переменную txt Оно автоматом будет выводиться вот в этот текстовый блок И все, и наплевать Замечательно Но нам хочется что-то более интересного Да, поэтому мы создадим create binding Назовем его Так, так, так Ты называешься у нас Та-та-та-та-там Вот оно, getText1 Назовем его Extract GameTime Потому что мы у тырки И мы возвращаем вот этот текст Соответственно To PC character Get player pound Да, и отсюда мы можем выдрать наше Время Time Вот оно И просто закинуть сюда Но если мы запустим игру сейчас То естественно мы ничего не увидим Почему? Потому что виджет В игровом пространстве не присутствует Нам нужно его порождать Для этого, соответственно, мы воспользуемся Сверхсложной Процедурой И вот здесь, вот там, где мы начинаем игру Мы создадим функцию Show main UI И сразу заготовим функцию Show Pause Main UI Она пригодится нам потом Итак, show main UI Это функция, которая будет нам выводить наш виджет с данными Create Виджет И Порождаем мы наш main UI Get player controller Это необязательная опция Особенно если у вас один игрок Но, ну, скажем так, это Разумно Использовать эту опцию И, соответственно Add to Viewport Все, мы вывели Нашу Выведем этой функции Нашу картинку на экран Но мы же предусмотрительные Ребята, да И Когда мы хотим вывести меню паузу Мы, как правило, хотим все скрыть Поэтому здесь мы добавим Remove all widgets Это полностью очистит все виджеты И теперь А Да Старость И, естественно, мы должны вызвать эту функцию То есть, когда мы Сделали проказ J Мы вызываем функцию Show main UI Только не говорите, что я это сделал в паузе Не, все правильно Show main UI Теперь, сразу, чисто по приколу Вот давайте Вот угадайте, как мы делаем паузу Берем это все Тупо копируем Мы вообще Мы вообще могли сделать Даже красивее Вот Аж захотелось, да Берем вот это И протягиваем вот сюда Вот прям сюда Появился Пункт класс И назовем это Show UI Виджет Все, все Эта функция нам вообще не нужна Show UI Виджет Все И возвращаемся в Event Graph И здесь выбираем main UI Все Вот 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 все, что там надо Запустили Вот оно наше Shift F1 Уберись Вот оно наше время Вверху Начало Кикать Дальше мы уже можем Подкручивать эту функцию Да Мы можем Зайти в наш Main UI Зайти в нашу Биндящую функцию Да Здесь у нас Время Выводится так Мы хотим Допустим Выводить его В округленном виде Доберем и делаем Round Как-то так Ну Понятно Опять Это вопрос Создание таймера Пересчет на минуты Секунды Функции преобразования Это все тонкости Да То есть вот Теперь у нас считаются Честные секундочки Как вариант Да То есть мы можем Выводить какие-то Другие данные Да Например Там Мы можем Спидометр Добавить Выводить скорость Можем координаты Выводить персонажа Это все Делается точно так же Через один Несчастный Бинд к текстовому блоку То есть не надо Там выводить его Не надо использовать Функцию SetText Все прекрасно Биндится И это очень удобно Потому что это Во-первых Работает быстрее Во-вторых Не загромождает Ваш основной Каркас интерфейса Значит Сразу поговорим О вот этой системе Якорей Да Дело в том Что окна Они резиновые Разрешение Меняются И система Якорей Позволяет Цеплять Элементы интерфейса К нужным сторонам Интерфейса Да То есть сейчас Вот этот вот Объект Textblock Закреплен За правым Верхним углом Соответственно Если я изменю Размер экрана Допустим На планшетный Какой-нибудь Вот такой То расстояние Между углами Экрана Не поменяется Давайте Телефонный Какой-нибудь Экран Некрасиво Да Это тут еще можно было А, во Да, то есть портретный режим Допустим Портретный режим Все равно Текстовое поле Остается здесь Ну обычный Допустим Такой монитор Если мы поместим Этот текстовый блок Посередине Примерно Экрана Да И потом Переключимся В Какой-нибудь Телефонный режим Вы увидите Что Расстояние Это немножко Съехало Да И соответственно Мы не можем Так привязаться Нормально Поэтому Нужно Чтобы Оно Держалось За середку Переключить Якорь на середку И это меняет Ну собственно Говоря все Да То есть если у нас Допустим Size 150 То здесь должно быть Минус 75 В этом случае Да И тогда Когда мы меняем Screen Size Еще и делаем Портретный режим Все равно Мы болтаемся Привязанными К серединке Соответственно Использование Якорей Это таки Немножко Очень важно Да И сильно влияет На качество Полученной В итоге Картинки Но Теперь давайте Мы Разовьем Так сказать Наши усилия И сделаем Меню Паузы Меню Паузы Пускай Оно у нас Будет Относительно Простым Давайте мы Немножечко Повыпендриваемся Добавим Такой компонент Как В Vertical Box В Vertical Box И в Vertical Box Можно насовывать Всяких разных Компонентов Ну Мы Соответственно Сделаем Ее Привязанной К центру И Добавим Туда Текст Допустим Пауза Отлично Пауза И Допустим Добавим Две кнопки Ну Получается Не очень красиво Правильно Поэтому Мы можем Переключаться Между разными Режимами Размещения Компонентов На Нашем Vertical Box Да И Для того Чтобы Их расположить Более внятно Мы можем Добавить Такую штуку Как Пэддинг Например Зададим На Параметр Bottom Допустим 5 Маловато 15 Я сказал 15 И здесь Тоже На Bottom Допустим 30 И Добавим Текстовые Поля На Кнопки Одну Мы Назовем Допустим Продолжить А Другую Мы Назовем Выход Ну Опять Таки Цвет Текста На Кнопках Мы Можем Задать Какой Нам Надо Пусть Будет Черный Мы Сейчас Не Будем Входить В Раз И Возиться Еще С Дизайном Кнопок Значит На Выход Мы Должны Просто Открывать Наше Мейн Меню Главное Меню Open 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 Level Main Меню Так он и будет называться А Продолжить Get Player Controller И Здесь Set Game Если Я не сошел С ума Я мог Сойти С ума Ага Да Я сошел С ума Но Ссылка На контроллер Нам все равно Нужна Значит Убрали Паузу Мы ее Будем Ставить Когда будем Вызывать Это меню Точнее В обработчике Конструктора Этого меню А для контроллера Show Mouse Cursor False Да То есть Нам Не нужно Отображать Курсор Мышки Когда мы Управляем Кубиком А вот Здесь Вот Event Construct Мы Делаем По сути Обратное То есть Когда Это менюшка Появляется Она Ставит Игру На паузу И Отображает Курсор Мышки И Здесь У нас Было Задано Свойство Show Show Menu И При Когда Эта клавиша Отпущена Show И здесь Здесь Обратимся К Нашему Пауну PC Character И Show UI Widget Main UI Да То есть Мы Возвращаем На место Интерфейс Принудительно Ждем F10 Появляется Наше Меню Пауза Опять Зафиксировали 8 секунд Ждем Несколько Секунд Продолжить И Счет Продолжается В штатном Режиме Итак Мы Сделали Скажем Так Основной Интерфейс И Меню Паузы Теперь Нам Надо Сделать Наш Уровень Главного Меню Что Мы Собственно И Сделаем Файл New Level Пустой Сразу Сохранили Как Main Menu Все И На этом Уровне Нам Больше Ничего Не Надо Здесь Мы Сделаем Ну Покрасяве Да Мы Хотим Чтобы На Фоне Главного Меню У нас Была Какая Картинка Соответственно Эту Картинку Необходимо Выводить С Просто Сделать Вот Так Бросить Сюда Имидж Как То Растянуть Как Нам Надо Я Этим Заморачиваться Не Буду Просто Так Сказать Наглядные Демонстрации Поставили Нашу Фоновую Иконку Но Очевидно Что Она Растянута И Выглядит Неправильно Соответственно Что Мы Можем Использовать Мы Можем Использовать Такой Компонент Как Я Естественно Опечатался Scale Box Вытягиваем Его Сюда Ставим Якорь Заполнения Экрана И у нас Появляется Четыре Параметра Оффсета То есть Насколько Он должен Отступать От краешка Экрана Подсказка Не должен И теперь На вот этот Объект Мы кидаем Уже Наш Имидж И на Имидже Мы Выбираем Нашу Картинку Но У нас Есть Немножко Капельку Заметные Отступы От краев Экрана Почему Потому что Scale Box Настроен На Scale To Fit То есть Он Старается Вывести Картинку Так Чтобы Она Была Видна Вся Нам Это Не Обязательно Нам Нужно Чтобы Было Все Заполнено Соответственно Есть Опция Просто Fill Тогда Это Тоже Растяжение Простое Нам Это Не Нужно Мы Это Можем И Без Scale Бокса Сделать А Есть Опция Scale To Fill И Тогда Оно Срезает Верхушки Картинки Что Нас В целом В данном Случае Устраивает Теперь Наш Сам Scale Box Он Нам Как Б Мешает Да Он Должен Быть На Заднем Плане Не Отсвечивать Для Того Чтобы Его Сдвинуть Выбираем Сам Scale Box И Ставим Уз От Ордер Например Минус 5 То есть Он Где-то Пятый Слой В глубину Все Он Как Б Есть Его Как бы Нет Ну Добавим На Наш Host Текст Это же Главное Меню В конце От Концов Поставим Шрифт Побольше Все Как Положено В конце От Концов Size The Content Зацепимся За Центр И Ну Добавить Допустим Добавим Еще Две Кнопочки На Host Button 1 И Button 2 И Эти Button Мы Тоже Зацепим За Центр И Утащим Куда-то Сюда Добавим 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 Размеров Зададим Тексты Эта Кнопочка У нас Будет Кнопка Выход Это У нас Будет Кнопка Новая Игра Так Та-та-та-та-та-там Recent Levels LVL Подчеркивание Game Там Да И Зададим Здесь Событие OnClick Просто Событие Open Level LVL Game Отличненько А Здесь На выходе Есть Встроенная Функция Cue Как вы понимаете Добавить сюда Например Вывод окошка С подтверждением Выхода Да Нет Да Не сложно То есть Мы можем просто Сделать Дополнительный Виджет А давайте Сделаем Давайте мы Сделаем Вот мы возьмем Наше Main Menu Я скопирую Scalebox Новый User Interface Widget Exit Назовем его Main Menu Exit Вставили Оффсеты Вернули По нулям И на нашу Canvas Panel Тоже бросаем Текст Я лентяй Сделаем просто Точно Выйти Да И Ну и само собой Кидаем туда же Две кнопочки Кнопка раз Кнопка два Это будет да Это будет нет Нет Ну и чтобы быть Законченными Лентяями Мы сделаем Кнопку нет Хорошо я делаю Красный Кнопку да Зеленый А что нам Простите Не нравится А Все Понятно Это же цвет фона О Вот И вот отсюда Мы Вызываем Обратно Восстановление Виджета Главного Меню Мы его еще Не вызывали В нормальном Режиме Но Ой Мейн 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 Add to Viewport А здесь Естественно Ремоуф All Widgets А вот Здесь Вот Мы Соответственно Вызываем Команду Кьюит Вот это мы все выделили и скопировали, потому что олень-матушка. И вернулись в наше main menu. Здесь по кнопке выход мы меняем. Мы вместо этой команды queued добавляем вот эту же конструкцию, но вместо main menu вызываем виджет main menu exit. Здесь getPlayerController и принудительно showMouseCursor в обязательном порядке выводим. А здесь, в принципе, это не обязательно делать. Давайте для надежности, перед тем, как открывать уровень, принудим игру курсор спрятать. Просто потому, что свинство это наше. Вот как-то так. Теперь остался вопрос, как это меню порождать. Очень просто. Заходим в blueprint уровня. Мыль, пардон, вернемся в наш main menu. И скопируем опять вот эту конструкцию. Закрыли. Опять level blueprint. И вставили вот этот конструкт сюда. И давайте попробуем посмотреть, что я не сделал. Я не сделал override. В world settings нету гейммода override. Нам нужно game menu. Так. Две ошибки. Main menu exit. Вот здесь вот неправильно стоят якоря. И в level blueprint, естественно, мы порождаем main menu просто, а не main menu exit. Запускаемся. Опять с якорем косяка. Но, тем не менее, мы запустились. Вышли в игру. F10. Выход. Мы вернулись в меню. Выход. Да. И мы вышли из игры. Ну, я думаю, для первого захода на виджеты этого достаточно. То есть мы с вами поговорили об, скажем так, идеологической составляющей того, как можно, если относительно заранее распланировать структуру виджетов, каким образом можно добиться того, чтобы они работали на вас. Чтобы их было легко и непринужденно можно вызывать, убивать и не париться с этим. И что в этом деле важно, да, это то, что это надо делать заранее. Вот это очень важно. Если вы начнете там делать какой-то слишком переусложненный виджет, то это придет к тому, что вы не можете просто взять и убрать весь интерфейс нафиг. Да. Поэтому лучше делать на экране несколько маленьких виджетов, чем один, но большой, со всеми функциями. Вам проще потом просто убрать к чертям все виджеты, породить нужные в нужном случае, и потом их опять убрать, породить другие нужные, чем в случае чего убрать большой виджет, а потом пытаться его по кускам как-то возвращать назад или что-то скрывать. Ну и в следующий раз мы поговорим о, так сказать, завершающей части, а именно о том, каким образом динамически порождать виджеты и как это может использоваться в зловредных целях игрока, для того, чтобы отображать разные интересные статусы, интересные эффекты и даже делать мини-игры. Ну а за 7 на сегодня, я думаю, все. Я надеюсь, что в ближайшие дни я сумею подготовить нормальный материал и рассказать о том, каким образом делается игра века.